всем добрый день сегодня уже середина октября у меня еще цветет лаванда лаванда еще в цвету были очень теплые сейчас дни практически две недели было очень теплых и лаванда снова начинает цвести я сейчас обрежу молодые побеги до деревенелого ствола то есть там где вот такой ствол одеревеневший я не буду трогать обрежу только макушечки положу их посушить подушечки куда-то белье на полочке одну кому как нравится можно чай из лаванды готовить это тоже очень ароматный такой специфичный правда чай потому что он дает такую горчинку но я пила это тоже очень интересно кто любит травяные чаи с удовольствием на зиму я хочу укрыть ее возможно не сегодня но я буду укрывать обязательно спанбондовую хотя это считается у меня разновидностью скалистный лаванды которая может перезимовать но я не хочу рисковать поэтому буду керувать обязательно а 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 и а а а Вот так вот я обрезаю эти макушечки. Складываю вот в такую корзиночку, потом она у меня будет подсыхать. Вот такие сейчас макушечки, прям распускается. Кто в южных регионах, конечно, она без укрытия, хорошо растет, нет таких проблем. У меня северо-западный регион, поэтому я стараюсь, чтобы зиму они выжили, все-таки больше укрывать. Но обязательно, как бы так, еще раз вот скажу, что определенные сорта, такие вот как именно узколистная лаванда, она, в принципе, может и без укрытия перезимовать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас еще раз проверяю, все ли макушечки я обрезала. Начинается дождь. Хотела успеть все до дождя, но туча быстрее пришла. Вот лаванду я обрезала. Столько у меня получилось кончиков лаванды. Положу сейчас их на просушку. На этом я видео заканчиваю. Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...